В эфире М1 Челлендж 89 и завершает андеркард нашего турнира М1 Селекшн поединок между спортсменами из Болгарии и Грузии. Знакомьтесь с бойцами, внимание на экран. Привет, меня зовут Димитр Костов. Я из Болгарии, живу в Германии. Выступаю в команду «Хамбург Вестфайтлити» и «Олстас» в Швеции. Мой соперник Важа Цептаури из Грузии. Он хороший гейбоксер. Посмотрим, кто лучше. Важа, я надеюсь, что я хорошо подготовился. Давай, классный бой покажем. Рау, чем я, это услышит, как он, мальчик. Дамы и господа, это трехраундовый бой в наилегчайшем весе в синем углу Рейджа спортсмен из Болгарии. Приветствуйте Димитер Костов! Димитер Костов! Болгария! 25 лет. Вес 56 килограмм 800 грамм. Рост метр 60. Профессиональный рекорд 9-4. Димитер Костов, представляющий Болгарию, живущий в Германии, чемпион организации GMC, одной из самых престижных организаций Германии в наилегчайшем весе. Уже 5 лет, начиная с 20 лет, выступает он в профессиональных MMA и за это время сумел выиграть в 9 из 13 своих боев. Один из последних боев принес ему пояс чемпиона немецкой организации GMC и, конечно же, надеется он в М1 сейчас развить свой успех и стать одним из новых лиц, одним из новых талантов, которые будут наводить шорох в этом дивизионе в самом легком, напомню, в самой легкой весовой категории. Вот как мы слышали по-русски, очень чисто во время ролика представления разговаривал Димитар. Насколько мне сообщили, он знает 6 языков в совершенстве, настоящий полиглот. Очень может быть, поскольку он столь же свободно общается на немецком, когда переходили на английский, рассказывал он о себе, нашему комментатору Шону Уиллогу, тоже он совершенно не потерялся. Видимо, еще какие-то два знают, вообще не удивлюсь. Гурамф Вайт Клаб, приветствуйте! Ваша Цептаури! Гурамф Вайт Клаб, приветствуйте! КОНЕЦ 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 Обои бойца из Болгарии и бойца из Грузии рассудит рефери из Чехии. Первое, бойцы, 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 ну что ж, заряжено, заряжено оба бойца, на легчайший вес. Димитар Костов, Болгария, вважатся в Таурию. Грузия, поединок начался. Так что вчера Димитар, говоря о своих титулах, сказал, что он также был чемпионом даже чуть ли не Болгарии по вольной борьбе. Ну уж не знаю, в какой, в каком дивизионе, в какой там, может быть, возрастной категории. Но, конечно, стать чемпионом Болгарии по вольной борьбе, это извините меня. Ну вот и посмотрим на скиллы сейчас в борьбе, но сразу же бой возвращается в стойку. Ну да, видимо. И так вдогоночку хайкик бросил. Видим мы очень-очень здорово, да, сейчас скорости такие задают оба бойца. Но это вес самый легчайший, 56,7 килограмма. Тут скорости должны быть космические, иначе вы, как говорится, в этом дивизионе не выжить. Все должно идти на огромной скорости. Ну да, и скорости, выносливость здесь все должно быть на предельно высоком уровне. Несколько хороших лоу-кейков таких с протяжкой пробивается в Таури. Да. Потому что он несколько не смущен. Да, мы видим, пока что Костов больше работает за центральным периметром рейджа. И вот что же. Показал, что в глаз кнул, но как бы это не вмешался Ян Воборник. И Костову пришлось самому выпутываться из этой ситуации. Не растерялся, он ответил двойкой в голову. Пошел рубиться, но Цептаури здорово ушел в дистанцию и пробил еще. Да, Цептаури мы видим, что готов рубиться, и вот что же. Но готов и бороться. И вот, пожалуйста, закрыл и там сейчас гильотину. Сейчас ваза-то влез. Гильотину и Костов. Не осознаните, не стал тушить. Костов там выпрямится, да, не смог, поскольку сам находился у сетки. Да, здорово ваза пробивает на отходе. Вот мы видим, даже там царапина рядом с глазом у Костова справа. Но чем была она вызвана, да? То ли может быть попаданием там края перчатки, то ли там палец-не палец. Сейчас уже постфактум, наверное, говорить об этом поздновато, да? И тем более уж апеллировать к этому. Было то, что было, и вот мы смотрим. Опять на левую Костов. Очень-очень хорошо его переводят. Да, Костов, Костов, видимо, сейчас будет пытаться что-то здесь делать. Либо подготовить свип, либо, может быть, и подготовить треугольник. Вот мы видим, да. Да, свиповать, да, пытался, пытался подбить левую ногу Цептаури и провести свип, но не удалось. Очень цепкий Костов, конечно, сейчас. Да, и вот мы видим, он уже вязать, вязать, да, пытался сейчас в подобии руки ввожу, видимо, с тем, чтобы... На болевой выйти. Чтобы на болевой выйти, да. И сейчас вот мы видим, вот, возможно, здесь готовится, готовится. Удается, Костов, вот, мол, на иноста выходит, и с ударом, да, здесь уже очень хорошо с ударом из клинча уже Димитарь выходит. Да, отличный бой, отличный бой, мы наблюдаем с вами, Александр. Да, идет натыкается опять на тейкдаун, но два раза подряд уже Костов ошибся вот так. Да, какой бы ни был он чемпион Болгарии по вольной, а пока что ваше грузинская борьба оказывается, я бы сильнее. Именно в этом компоненте посильнее будет. Ну что, шеф-ударов от Цептаури и налетает до Костова, но Костов ссорим. Да, мы видим, Костов хладнокровен, и Костов абсолютно не залеживается, да, то есть соперника в гарде не запирается, а если и запирает, то только для того, чтобы что-то отсюда придумать. У меня такое ощущение, что он на часы смотрит все время, я смотрю, вот этот взгляд устремленный от неба. Может быть и так. Он на куб смотрит, где на наш. Что поднимает Янва Борник, насколько своевременно. Ну что же, ну да, что-то тут перестраховался он. Как-то да, вроде бы работали. Вот это вот. Стоило только подсесть, и хотел бросок через грудь делать, Костов не удалось. А то же сразу идет, да. И то же Ваша уже пытается, да, взять в фронтлок, и что же. Хороший сейчас шанс для Ваши Цептаулина, но нужно не тратить силы. О чем-то Ваша сейчас общается со своим тренером Георгием Кабалашвили. Встают, и мы видим, что настолько плотный бой, как только разрывается клинч, каждый из бойцов старается выйти из этого клинча, нанеся максимум повреждений сопернику, да, то есть мидлкики, удары, лоукики, здорово, очень здорово, очень плотно работают. Конечно, очень нелегко в таком темпе работать все три раунда, ну что ж. Ну, четыре минуты удалось бойцам показать классный бой. И пока что, да, бой просто на загляденье. Вот чуть-чуть встряхивает руки, ноги Ваша. Возможно, чуть-чуть подзатек, подустал. Такое ощущение, что Цептаули сейчас немножко более уверенность. Вот он вроде как поджимает, да, Костов как бы сам, да, затягивает его в эту работу, в которой он готов втором номер работать. А что же здесь, да, Димитар пытается, пытается ноги подобрать, но здорово там занимает позицию Ваша, выходит, и даже удается ему снова на выходе из клинча просунуть удар. Очень-очень здорово на отходе из клинча работают оба. То есть нету вот этого выхода из клинча любой ценой, да, лишь бы убежать. Здесь каждый пытается настолько своего соперника повредить, насколько это только возможно. Ну что ж, шикарный, шикарный первый раунд. Да, бой замечательный. Вот сейчас бы нам показали, как Георгий Кабулашвили там бой с тенью устроил, в углу показывая два Цептаури, как нужно работать. А также мы видим, что Эдуард Шарабоков, главный треклор, Александр Невский, снова помогает своему другу Георгию Кабулашвили. А вот да, 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 ну такой, да. Ну вот тут сложный момент, знаете, Костов показывает, да, но не растерялся. Ну вот, кстати, тут тоже такой момент, о котором говорится на семинаре, да, перед турниром. Открытая ладонь, но пальцы не по направлению к глазам, они были все-таки выше, да. Ну да, в принципе, да. И тут как бы то, что ладонью открытой попал, да, это, в общем-то, не запрещено. Ну что ж, шикарный бой мы наблюдаем. Надеюсь, что и оставшиеся там, сколько там ему отведено время этому бою, он продлится так же динамично. Ну да, и вот как бы сказать, кто в первый раунд взял. Не готов, дорогие друзья. Но соперники достойны друг друга однозначно. И Димитар Костов и Ваша Цептаури здесь не номер. Бывают они вышли биться, они вышли драться. То, за что или так любят бои М1, это за вот эти бескомпромиссные бои. Вот опять, опять, да, работает по внешнему радиусу. Кружит Костов и выискивает для себя, для себя момент. Ну что интересно, он прямо совсем далеко, да, по внешнему радиусу заходит. Ну вот сыпелся, сыпелся он. Да, сейчас, сейчас пытается, пытается он. Так, и... Да, удается ему, да, удается ему все-таки сбить Цептаури в бартер. Пытается он гард обойти, вот хороший удар. Да, такой хороший граунд-бал, он сейчас плотный. Да, вот что-то, я не понимаю, зачем он голову досунул. Да, вот это вот так вот прижиматься к сопернику, может, и не смог. Хотел, хотел, хотел Цептаури, да, усвипануть вместо... Удается Цептаури съем? Неужто, да, сбрасывает, смотрим мы. Еще и гильотину понабрал и верет гильотину. Пытается... Тащит, 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 теперь он Костова на гильотину. Да, пытается отсюда, он закрыть, нет, отпускает, видимо, чтобы не расходовать энергию понабрасну, но отсюда можно заработать. А еще опять, 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 опять берет гильотину, совошедший динамик этого поединка. Отличная, активная позиция сейчас у Важи. Может он работать и должен работать, я думаю. А в это время Костов, вот мы видим, вот это очень здорово. Мы видели это уже до этого два раза, да, то есть прокручиваясь вокруг своей оси, переходит он на захват под одну ногу. Но поэтому как-то он так отчаянно сует трюк ногу. Вот, да, видим, мы, видим, мы вот там... И получается, да, издаврется! Да, у Важа Цертаури душит Димитара Костова! Вот это да, вот это да, дорогие друзья! Назвать это апсетом, но после победы от Фредерика Гуцвиллера не готов. Но у Важа Цертаури, да. И видели мы вот что-то подобное у Патрика Пиетелы в Хельсинке. Да, да, да. Когда человек сам, сам ложится на своего соперника и словно просит делать гильотину. Выкручивается раз, выкручивается почти два, но вот здесь уже почти два, а здесь двух раз было достаточно. Да, ну что ж, Постов показал хороший бой, но Цертаури показал бой еще лучше. Да, и думаю, здесь обвинять только себя самого может Димитар, потому что, казалось бы, оказался в гарде и работай, да, работай с оттяжкой, попытайся что-то сделать, попытайся, возможно, отбросить ноги соперника перейти в сайдмаунт. Вместо этого вот так вот достаточно нелепо попадается, но ничуть, конечно же, не умаляя заслуг Важа Цертаури, который свои 19 лет уже две победы получает ВМ-1. Две досрочные победы, очень зрелищные, очень классные. И, конечно, думаю, за этим парнем наблюдать стоит очень пристально над нам. Посмотрим за его карьеру. Его карьера, которая следующие два года пройдет в М-1, как мы знаем. Ну, да, 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 контракт подписан. Важа Цертаури, вот еще одно новое лицо, радостное такое лицо для М-1. Да, вот флаг, флаг, конечно же, вот Георгий Кабулашвили несет флаг. Интересно, да, ведь мы еще тогда чуть-чуть подзабыли, что желтая карточка, да, уважает. Да, 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 кстати. То есть не стал, не стал Костом, да, работать на это удержание счета. Ну что ж, Костом, было бы любопытно еще раз увидеть, как минимум, а Важа Цертаури мы еще раз увидим. Ну что ж, красивая победа, поздравляем Важа Цертаури, поздравляем Гурам Файт Клаб, Грузию, Георгий Кабулашвили и Эдуарда Широбокова. Всех, кто на эту победу наработал. Ну да, а мы на такой замечательной ноте заканчиваем наш андеркарт через 45 минут в 7.30 по московскому времени. Возвращайтесь, и вы увидите еще очень-очень много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.